Живут в страхе, что потолок упадет им на голову или пол уйдет прямо из-под ног. Жители дома на пересечении рабочей и родящего боятся, что их квартиры вот-вот станут непригодными для проживания. Напомню, пожар на объекте культурного наследия, где сейчас живут около 20 семей, произошел 6 мая. Перекрытия в здании и так не выглядели надежными, а теперь и вовсе угрожающе повисли. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. Они сказали, у нас сейчас страх того, что будет обрушение второго этажа на первый. Жители этого дома знают, что такое настоящий страх. Их квартиры уже давно на грани разрушения. Пожар, который произошел сутки назад, лишь добавил разгрома в общую картину. Собственный водопад теперь льется перед квартирой Марией Лукиной. А над головами угрожающе провисла балка. Теперь, говорят люди, обрушение – лишь вопрос времени. Страшно ходить. Выйти в туалет не могу. Ребенка убьет. Боюсь за детей. Дети взрослые. Живем в однокомнатной квартире. А вот еще случился пожар. А теперь как жить, я не знаю. Вся квартира залита. Подъезд, коридор залитый. Пока потолок еще как-то держится, пол уже уходит из-под ног. Месяц назад часть перекрытия провалилась в подвал. Подпорок так и не поставили. К нам приехали, посмотрели и сказали, что здесь не критично, вы не упадете. Но поставим подпорки когда-нибудь. Когда-нибудь. Прошел ровно месяц. Я его поднимала, вот так вот, видите, он у меня сейчас даже вот это, видите, поднимала, чтобы та доска, потому что пахла. Это ее квартира держится лишь на честном слове. Всего несколько прогнивших досок отделяют пол Любви Спичкиной от подвала. Говорит, запах оттуда идет с ног шибательный. Проломится пол, повредится газовая печка. Тогда могут быть неприятности посерьезнее. Да и просто ходить каждый день по такому полу уже испытание. Сейчас ребенок у меня живет в другом месте. В общем, они ушли бабушке жить. Потому что я тут одна, слава богу, я хожу еле-еле, как говорится. Не прыгаю уже, не бегаю. Птихонечку захожу. Дом признали аварийным лишь в прошлом году, а потому в программу переселения он не попал. Здание к тому же объект культурного наследия. По закону ремонтировать его должны собственники жилья. Чиновники со своей стороны не дают гарантий на переселение. Программу могут и не продлить. Но людям постараются помочь другими способами. Это и вопрос о социальных ипотеках, которым могут эти граждане воспользоваться. Это и подходы использования тех земельных участков, которые остаются после переселения, для того, чтобы решать данные возможности граждан. Это и эффективная реализация программы капитального ремонта, в которой также могут дома проходить необходимые плановые ремонты. Все меры поддержки для аварийных домов, которые не вошли в программу переселения, сейчас рассматривают на федеральном уровне. Это долгий и сложный вопрос. Жителям остается только надеяться на то, что их дом выстоит до того момента, пока его не решат.